Разбирались в едва не разгоревшемся межнациональном конфликте. Накануне четверо кавказцев жестоко избили битами байкера за то, что тот помешал им унижать, оскорблять и угрожать расправой девушки, участницы аварии. Байкерское сарафанное радио сработало моментально, и уже вскоре на месте конфликта собрались более 300 мотоциклистов. Всю ночь и этот день они дежурили у стен полиции, чтобы не допустить спуска дела на тормозах. Этот случай заставил вновь вспомнить о проблеме этнической преступности, о которой не раз говорили высокие московские чиновники. Александр Карпов продолжит. Студент Института путей сообщения, слушатель Университета госуправления, охранник магазина и безработный. Земляки, спортсмены-борцы и просто красавцы. На «Жигулях» седьмой модели не поделили третье кольцо с девушками на «Фольксвагене», что закончилось побоищем с бейсбольными битами. Версия задержанных. Закир, откуда вы? Да, Истан. Мы создали небольшую помеху для «Фольксвагена». Извинились. Она бросила нам «Бычок». Она намеренно кинула мне этот «Бычок» в окно. Попала в пассажиров. Они не удовлетворены были. Они плюнули ей в ответ машину. У полиции другая версия. Свидетели говорят, водитель «Жигулей» специально подставил свою машину, а затем напал на девушку, управлявшую «Фольксвагеном» и стал вымогать деньги за ДТП. Их рассказ о «Бычке» – это полная выдумка, потому что девушка на самом деле была настолько испугана и растеряна, когда ей угрожали не только физической, но и сексуальной расправой. Мимо проезжал мотоциклист, который видел изначально данную ситуацию и попытался вступиться за девушку. Вот тот самый момент, снятый из окна проезжавшего мимо автомобиля. Уже лежащего на земле мотоциклиста обидчики девушек добивают сзади битой. Удар. Ещё удар. Он, неизвестно, достал нож, вот там, посмотрите, снимите его, на него руку порезал, ну там мелочи. Я после этого, как увидел ножик у его горла, достал бейсболиную бутылку с машины и в область руки его ударил один раз. А что у тебя с рукой, скажи? Шазбин или что, полиция полагает. Где у тебя порезают ножа? А дырой порезают не устрелом, я понял. Не устрел? Никакого ножа, говорят, в полиции не было. Задержанные постоянно противоречат друг другу. По их версии, их вообще должны были отпустить, цитата, за отсутствием претензий сторон. Этому помешали байкеры. Большинство из них даже не знакомы друг с другом. Мотоциклисты пришли на помощь соратнику, узнав о том, что он попал в беду из социальных сетей. Около батальона ГИБДД, куда доставили участников аварии, собралось около 300 байкеров. Оказалось, что это люди, которые в состоянии самоорганизоваться. Было составлено коллективное заявление, в том числе и по факту, скажем так, неправомерного поведения сотрудников полиции, потому что на их глазах девушки подвергались угрозам. Девушки в настоящее время взяты под особую защиту полиции, так как им и после разбирательства в отделении продолжают поступать угрозы. Машину задержанных в эти минуты осматривают специалисты ГИБДД. По словам экспертов, она вся в царапинах и вмятинах. Так что, судя по всему, это далеко не первое нападение на дороге веселой компании спортсменов. Александр Карпов, Владимир Кальский, Алексей Ляпин.